МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем Линда качалась на качелях под заброшенным мостом? Кто из мировых икон музыки уже успел оседлать год лошади? А также рубрика муви – самые свежие новости и премьеры из мира кино. Об этом и не только через несколько секунд в Ньюсбокс на Russian Music Box. Если речь идет о съемке нового клипа, то Линде не страшны даже морозы. Певица отважно снималась в одном только тонком платьице, и это в самый разгар февраля. Ради чего такие жертвы и какая главная идея нового клипа расскажет самый провокационный режиссер нашего времени Валерия Гайгерманика. Зимой на замерзшей реке встречаются не только любители рыбалки. Так, прогуливаясь за городом зимним днем, можно случайно застать Линду на качелях под заброшенным мостом. Но не стоит думать, что артистка подалась в отшельники. Певица снимает новый клип на песню «Повесь меня». Она считает, что никогда не нужно специально придумывать сюжет. Мы играем свои песни, в них сюжет уже заложен. А вот у режиссера клипа Валерии Гайгерманики несколько другое мнение на этот счет. Ведь у девушки всегда был оригинальный взгляд на съемочный процесс. Этот раз не стал исключением. Валерия вдохновлялась мифологией. Главная история этого клипа, что в жизни мужчины бывают две женщины – Лилит и Ева. Лилит появляется на 20 секунд его жизни, переворачивает ее, исчезает навсегда. Исчезает, как мираж, за которым он бегает потом. Долго ищет его, но возвращается он всегда к своей жене Еве. Все происходящее на съемочной площадке действительно напоминало то ли мираж, то ли фантастический рассказ. И даже работать с Валерией Гайгерманикой Линда захотела не просто так. Просто космические звезды совместились, и мы нашли друг друга в этой жизни. Космос помог певице сделать правильный выбор. Звезда кино и звезда музыки сошлись вместе на небосклоне российского шоу-бизнеса. Хотя на съемочной площадке девушки виделись впервые, никаких творческих разногласий у них не возникало. К тому же Валерии Гайгерманики нравится творчество Линды. Это уже стала классика нашей рок-сцены. На самом деле, знакомые уже многим с детства такие культовые вещи, которые мы всегда помним. Возможно, запомнят надолго и ее новый клип. Ведь ради воплощения творческой задумки Линда готова даже мерзнуть на холоде в одном лишь только платьице. А творчество режиссера Валерии Гайгерманики всегда вызывает бурное обсуждение. Так что, закинув уточку с новым клипом, творческому тандему наверняка удастся поймать зрителя на крючок. Из-за, казалось бы, активной музыкальной жизни российского шоу-бизнеса иной раз не успеваем оглянуться на Запад. Как они там без нас, родненькие? А ведь именно там земля обетованная. Жизнь кипит и сенсация сенсацией погоняет. Специально для зрителей канала Russian Music Box мы подготовили подборку из лучших. Смотрите сами. В западном шоу-бизнесе в последнее время власть в руках у женщин. Пока мужчины находятся в зимней спячке, популярные певицы задают музыкальный тренд нового года. Они начали активно сотрудничать друг с другом. Один из самых ярких и долгожданных дуэтов – Рианна и Шакира. Особенно их совместной работе была рада плохая девочка Рианна. И она не скрывала своих эмоций на съемках клипа на песню «Can't remember to forget». Шакира, Шакира! Шакира, Шакира – самая сексуальная женщина в мире. И я буду лежать рядом с ней и трясти своими бедрами. Неудивительно, что с таким настроем клип из пано-барбадовского дуэта вышел очень горячим. Защитники морали после просмотра клипа, наверное, схватились за сердце и назвали его слишком откровенным. Однако, то ли еще будет. Не меньшее внимание общественности привлечет и будущий дуэт королевы монстров Леди Гаги и поп-принцессы Бритни Спирс. Девушки заявили, что скоро выйдет их совместная песня. А там и до клипа недалеко. Возможно, в нем Гага предстанет в образе Майкла Джексона, ведь именно так она любит выглядеть в последнее время. И даже собирается открыть музей в его честь. А вот Дженнифер Лопес к таким экспериментам еще не готова. В своем новом клипе она предстала в привычном для себя образе девочки с района. Кайли Миног не отстает от коллег по цеху и тоже выпустила новый клип. И Дженнифер, и Кайли пока что не поддались общему тренду на звездные дуэты. Хотя, возможно, девушки просто ждут, когда проснутся мужчины, чтобы именно с ними записать парочку новых хитов. В мире кино страсти порой кипят такие, что музыкальному миру и не снилось. Особенно в преддверии премии «Оскар», до которой осталось чуть меньше месяца. О самых актуальных новостях на сегодня поговорим в рубрике «Муви». Скандальная нимфоманка на красной дорожке. На днях открылся крупнейший мировой кинофестиваль «Берлинале-2014». В рамках него одной из самых нашумевших премьер стала первая часть фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка». Режиссер уже не раз становился объектом для обсуждений на всевозможных кинопремиях и фестивалях. Его появление всегда сулит скандал. Взять хотя бы последнюю пресс-конференцию режиссера на Каннском кинофестивале. После которой Ларс фон Триер был объявлен персоной нон-грата. «Берлинале» этого года не стало исключением. Похожая история с Каннами до сих пор не отпускает датского кинорежиссера. О ней он решил напомнить и в этом году, выйдя в провокационной футболке к фотографам. На красной дорожке также не обошлось без происшествий. Актер Шайла Баб появился на ней с бумажным пакетом на голове. На нем крупными буквами было написано «Я больше не знаменитый». Что имело в виду знаменитость, остается только догадываться. Ведь он ответил всего лишь на один вопрос журналистов, после чего демонстративно покинул пресс-конференцию. Когда Чайки следует за траулером, то это лишь потому, что они думают, будто в море выбросят сардины. Большое спасибо. Похоже, то, что актер сыграл главную роль в новом фильме Триера, дает о себе знать. Ведь сам Ларс даже не явился на встречу с журналистами. Чего ждать от звезд кино на Каннском кинофестивале, где, скорее всего, будет показана вторая часть «Нимфоманки», остается только догадываться. Но вряд ли там обойдется без происшествий, о которых вы без сомнений узнаете из рубрики «Муви» на Russian Music Box. На этом я прощаюсь с вами уже завтра в «Ньюсбокс Дайджест». Леня Фрэш расскажет вам о самых знаковых событиях музыкального мира за прошедшую неделю. А пока не забывайте заходить в группу «Ньюсбокс» в ВКонтакте и на Фейсбуке и подписываться на официальный инстаграм телеканала «Russian Music Box». С вами была Азия. Да приводит с вами сила. Пока! Редактор субтитров А.Семкин